Здравствуйте дорогие друзья! Итак, сегодня давайте рассмотрим проблемы и слабые стороны Nissan Juke. Nissan представил модель Juke в 2010 году. Небольшой кроссовер сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Тех, кто восхищался его оригинальными формами и тех, кто на дух не переносил неординарную внешность. Наибольшую популярность Juke завоевал среди женщин. Мужчины же предпочли более крупные автомобили бренда. В любом случае, Nissan Juke получился очень привлекательным. Интерьер вышел не менее ярким. Взгляд приковывает мощная передняя панель и лакированный центральный тоннель. Но архитектура панели несколько ограничивает пространство впереди сидящих. А водитель может настроить рулевую колонку только по углу наклона. Владельцы отмечают невысокую точность подгонки элементов и скрип пластмасс во время движения. Чуть хуже дела обстоят сзади, где особенно некомфортно людям высокого роста. Прежде всего, мало места в коленях. Кроме того, несколько затруднен доступ к задним сидениям. Автомобиль задуман как пятиместный, но троим сзади будет слишком тесно. Среди минусов следует отметить и ограниченно полезный багажник, что связано с нестандартной формой задней части Nissan Juke. Это такая себе расплата за привлекательный облик. Его объем всего 251 литр. Но после модернизации емкость увеличили на 103 литра до 354 литров. Очевидное преимущество подчеркивает тот факт, что после складывания задних сидений образуется абсолютно ровная погрузочная площадка. Краш-тест по версии Euro NCAP был пройден в 2011 году с общим результатом максимальные 5 звезд. Безопасность пассажиров оценена на 87%, а детей в креслах на 81%. Положительных оценок заслуживает управляемость и общие настройки шасси. Здесь инженеры проделали отличную работу. Nissan Juke хорошо стоит в поворотах и неплохо гасит неровности. Кроссовер бывает как переднеприводным, так и полноприводным. На вторичном рынке преобладают версии с одной ведущей осью. Вы также можете выбрать между механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором CVT. Последний немного скрадывает удовольствие от вождения. Выбор двигателей невелик. Все силовые агрегаты разработаны французской компанией Renault. С самого начала производства базовым был 1,6 литровый бензиновый атмосферник мощностью 117 лошадиных сил серии HR. Его потенциала вполне достаточно для поездок в городе. Однако спортивная версия с турбированным 1,6 DIGT серии MR и отдачей 190 лошадиных сил обладает более притким темпераментом. Позже в списке предложений появилась и модификация с 1,6 литровым атмосферником дефорсированным до 94 лошадиных сил, а также две заряженные версии NISMA и NISMA RS. Они оснащены все тем же 1,6 DIGT, но с настроенным на 200 и 218 лошадиных сил соответственно. На европейском рынке с 2014 года предлагается 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонадумом 1,2 DIGT мощностью 116 лошадиных сил. Кроме того, там же представлена возможность выбора 110-сильной дизельной версии Жука с 1,5 DCI. По части надежности присутствует ряд моментов, о которых стоит знать. Например, встречаются неисправности вентилятора-радиатора, который стоит от 5000 рублей, что в конечном итоге может привести к перегреву двигателя и его серьезному повреждению. В турбоверсиях порой выходит из строя датчик абсолютного давления наддува от 4600 рублей. Ниссан организовал сервисные акции по устранению неисправностей дверных замков, утечке топлива и замене преждевременно растянувшейся цепи ГРМ. Время от времени определенные неудобства доставляет и электроника, которая начинает жить своей жизнью. Так, например, беспричинно загоряются индикаторы неисправности подушек безопасности или АБС. Со временем появляются сбои и в работе системы кондиционирования. Перед покупкой следует обязательно проверить работу всего оборудования. Подвеска Ниссан Жук сравнительно крепкая, но ее долговечность во многом зависит от условий эксплуатации и скорости прохождения ям. Если вам вдруг попадется дизельная версия Ниссан Жук, то помните, что залог долголетия 1.5 DCI – это более короткие интервалы замены моторного масла и, конечно же, его качество. Турбодитель порой беспокоит своих владельцев неисправностью форсунок стоимостью от 24 тысяч рублей. Также встречаются проблемы с топливным насосом и утечке масла, а после 100-150 тысяч километров нельзя забывать и об ограниченном ресурсе сажевого фильтра. В случае с 1.2 DIGT отмечены отдельные эпизоды с повреждением поршневых колец. Кроме того, моторы начального периода производства были склонны к масложору. Аппетит удавалось привести в норму после установки обновленного программного обеспечения. В завершении следует отметить, что в целом Ниссан Жук – это неплохой автомобиль. Модный внешний вид – его главное преимущество. Однако модель не сгодится на роль семейного авто, потому что сзади слишком тесно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на мой канал, а также оставляйте свои отзывы, особенно если у вас есть опыт эксплуатации такой машины. До скорых встреч!